Здесь очень много людей, которые думают не только о себе, а думают как-то чуть дальше, чуть шире. Как мы можем с вами менять эту реальность в этой жизни? И часто мы говорим, что мы всё начинаем с себя. Поэтому я хочу предложить вам насладиться сегодня вот этим пространством. У нас с вами в перерыве, у нас будет антракт, 20 минут. Всем вы давали купончики? А скажите, кто уже их обменял на подарки? Были такие, куда вы пошли и обменяли их? Ага, не все. Но значит, есть 20 минут, чтобы вы смогли подойти и поделиться как-то вот теми, кто организаторов приглашают. Помните, что у нас есть бюкет. Очень вкусный. Кто ещё не знает, он просто стоит так скромно вот в этом зале. Там девочки наготовили вот на полный зал. Поэтому не подведите нас. Вовер, потому что это много вкусного. И завтра у нас будет спектакль «Финка», и послезавтра будет «Есть счастье». То, с чего мы начинали. Поэтому у нас нас ждёт три таких волшебных дня в этом уютном, красивом зале. Спасибо огромное руководству экономического университета. Нас поддержали в этом. Поэтому я предлагаю вам поаплодировать и позвать артистам. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спектакль «День Ангела» Продолжительность спектакля примерно два часа с антрактом. Приятного вам просмотра! КОНЕЦ ПОЛОДИСМЕНТЫ 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 Что? Вам тоже показалось? Да. Что, будто бы мы с вами... Звук ованы. Да. А... Вы... Нет. Это понятно. Надо же не даровать нам счастье. Ага. ПОЛОДИСМЕНТЫ 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 О, как же я вас забыть? Я вспомнил. Я тоже вспомнил. Вы счастье. И вы, не имеющие причин счастья. Очень приятно. ПОЛОДИСМЕНТЫ Как так получается? Мы живем в одном комнате. Мало того, на одной улице. В одном доме. Да. А так редко видимся. У вас есть пять минут? Конечно. Хорошо. ПОЛОДИСМЕНТЫ 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 И снова начинаем следовать привычкам несчастного человека. Ага. Вра. Критиковать. Завидовать. Женничать. Ага. Попадаемся на рекламу несчастных. Где сказать, счастье где-то там, да, или может быть где-нибудь там, оно же всегда здесь. И это счастье люди называют просто. Да, источник этого счастья люди называют просто. Любовь. Любовь. Как просто, да? Казалось бы. Ну почему? Почему так сложно поверить в эту простоту? Ну почему? Очень легко сделать этот простой, казалось бы, что делать можно движемся. И для закрепления этого негативного опыта нам понадобится пример, ну на этот раз уже несчастной семьи. Есть у вас, например, тебе какая-нибудь подобная? Несчастная семья? Несчастная семья. Конечно, есть. Ну-ка, а? Костюхин, Любовь и Паша. Да ладно, блистаньте, я знаю эту семью. Хорошую, я знаю эту семью. Нет, я не понял. Не счастливая семья. Когда с ними еще не случилось того события. А-а-а-а. Прокутешествует. Конечно. В то время, когда с ними этого еще не произошло. Угу. Интересно? Ладно. Это интересно. Интересно. Давайте поэкспериментируем. Позвольте я начну. Вот так. Но для этого нам нужна какая-то более мерзкая музыка. Можно сменить? Да. Ага. Вот такая. И так жила была одна обыкновенная несчастная семья. И как в любой несчастной семье, муж полагал, что жена видит мир так же, как и он. А жена не полагала, была уверена в том, что муж видит, слышит и чувствует так, как и она. Да. И, по-моему, они не знали, что это совсем так. Да. Ну, разумеется. Все это было до того незабываемого для этой семьи события. Ах, да. До того, как Люба и Паша Гостюхины встретились с Творцом этой Вселенной. Да. До того, как они увидели мир глазами друг друга. Да. До того, как спасли животных со звероферами в 2009 году. До того, как они увидели мир и друг друга в глазах счастья. Как хорошо вы сказали. И покуда этого еще не произошло, они продолжали смотреть на мир критическим взглядом несчастного человека. И взглядом ожиданий и требований. Поэтому были обличены на страдания. И на этом навозе невежества они выращивали взрывоопасные огурцы супружеских воинов. И основанием этих конфликтов был один и тот же типовой вирус страдания. Да. Тот самый вирус, что один на весь дуэльный мир мужчин и женщин. Вирус простой. И передается он из поколения в поколение, как заразная традиция, отравляющая наше сознание. Суть его сводится к следующему. Надели супруга в уме своем всевозможными способностями исполнять свои желания. Далее. Законно требует него задействия этих возможностей в уме. А затем, разумеется, осуждать его за то, что не воспользовался своими сверхвозможностями для твоего осчастливления. И, разумеется, гарантированным конечным эффектом всей этой нелепицы будет мощнейший огуречный мусор. Ого! Как это муцины рванули! Ого! 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 Эй, студент! Чего? 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 Не слышишь, что ли? Вызов уже! Вызов уже! Вызов! Быстрее! Вызов! Иду! 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 А что ты портишься? Сколько сегодня эпицентров супружеского негодования? Так-так-так-так! Сегодня на три процента больше? На три процента? Ага! Кошмар! Эпицентров наружу? Это... Семья Гостюхиных! Гостюх... Любый Паша! Любый Паша! Опять Любый Паша! Господи, что у них там в Гостюхиных происходит? Я не знаю! Транспортатор готов? Готов! Ну все! Перемещаемся! А что, студент? Куда у нас твой транспортатор забросил? Ого! Ого! Где мы? Ого! 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 Ну вот это... Судя по точкообразной сигнатуре транспортатора... Мы где-то недалеко от предполагаемого призыва в скорой божественной помощи! Ааа! Ну и куда? 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 Туда? Да! Ох! Ох! Транспортатор пришел вам! Ой! 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 Профессор! А вот почему у нашей скорой семейной божественной помощи такой странный сигнал, а? Хе-хе! Тебя задражает? Да вообще вот... Знаете, такую вот... Такую... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Раздражает, да? Не то слово! На это и рассчитано. Ну что? Ну что раздражал? Не понял. В этом сигнале заключена суть нашей миссии. Вот в этом вот... У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у? Да? А? Профессор, я ничего не понимаю. Повторяющийся, однотипный, с резким повышением тонной громкости, ничего не напоминает. Ты же был женат, ну, когда еще был человеком в своей человеческой жизни, до времени на поступление на службу семейных ангелов. Конечно. Ну? И что тебе напоминает этот постоянно повторяющийся, с резким повышением тонной громкости, звук? Я начинаю вспоминать. Сигнал тоже придуман мужчины. А для любого мужчины самое раздражающее явление в его жизни. Это вот этот самый повторяющийся, с резким повышением тонной громкости, звук. Это женский крик, во время пресловутых семейных негурядиц. Что, а есть такое, да? Это ее крика помощь. Это ее призыв супергероя, я прав? Ага. Ну, прям, чап, если назов мужчина, не понимает, что нужно сделать. Это его беспомощность, бессилие, переводит его в бешенство. Его неспособность помочь саму, кто в беде. Вот, а как хорошо, что есть мы-то, да? Да, хорошо. Агнил и скорость, и неподвижственные помощи. И как хорошо, что мы невидимы. И работаем только с подсознанием. И что никто никогда не узнает, что это мы вложили божественное сознание в человека. Просто человека, его внук охватывает озарение, да? И он сам понимает, как ему не следует наступать. Ага. А главное, как следует. Я попросу заканчиваю? Я. Ну-ка, давай. А вот мы что, получается, это? Только женщин спасаем. А ну, в основном. Ибо счастливое будущее всего человечества находится в заботливых руках благодарной женщины, видясь ей ежедневные подвиги ее благородного мужа. Вот же. Спасаем мужчин, спасаем защитников Родины, это тоже нормально. А спасаем женщин, спасаем всю нацию в целом. А мужчины, часть этой нации. Да. Поэтому спасаем женщин, спасаем и мужчин. Да. Спасаем весь мир. Да. Да ладно. Здорово. Здорово. Все, вопрос закончился? Не совсем. Почему из сотен тысяч криков о помощи мы выбрали именно этот? Да не мы же выбирали. Мы же... Ты разноярку читал на сегодня? Нет. Ну иди читай. Ах. Что делать? Ну что такое? И вообще, что тебе известно о Дне Ангела? Как у вас в Ангельской Академии чему учили? А, День Ангела, это же просто. Что? Я помню. Это праздник спасения того, кто в беде. Ну, где-то, да. А, но на самом деле, это день рождения нового ангела. Ибо ангелами становятся еще при жизни. Шах. И особенностью настоящего, будущего ангела является его молитва. Не за себя, за другого. За исполнение его божественной мечты. Здорово. А, а кто этот будущий ангел? Ну, читай мы его. А, вот здесь, да? Да. Так. Василия Федоровича Гостюхина. Гостюхина? Так, Гостюхин. Фамилия знакомая? Знакомая? Ну? Это кто? Тет. Тет? Читай, читай. Ага. Так, дорогая моя Иринаушка, птичка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну, давайте. Давайте. Дорогая моя Иринаушка. Ну, только ничего. Птичка, моя слаберепевчая. О, ладно. Наши, да? Сколь счастья ты подарила мне. Сколько радость, любовь моя. Сколь рада ты оставила в этом мире. Тоскуя по нежности твоим многоцветным, помоги, родная. Замолди там словечко, попроси ангелов любезных пособительных. Сердце крови обливается за детей наших, любят друг друга, но не понимают. Бронятся друг с дружкой день от дня всю ярость. Молюсь о них непрестанно, и ты, родная, помолись. Люблю тебя, ненаглядушка моя, как впервые увидел тебя глазастую за колючей поломкой на войне. Так и влюбился навсегда в это счастье. Помоги, Арибушка, твой Василий. Так это ж дед. Дед, дед. Он будущий ад. Да. Поэтому это не зелья. Слышишь? Чего? Нишина. Вселенная прислуживается. Покаживает. Улыбается. Стоит глазками. Мазон. Перестляет. Получит молитва. Вселенная прислуживается. Переставится. Переставится в Вселенную, переставится в подсознание. Меняется ситуация. Вот так работаем. Оно где-то между человеком. Все, ну, пока что да. Ну, что тогда, Вене Ильич? Ага. Женское подсознание. Знаешь, ну, технику безопасности. Работать женским подсознанием. Нет. Не знаешь? Ты знаешь, что нужно делать внутри? Ничего. Главное, не нагрети. Ну, сюда, мы поморжемся. Помонимся? Конечно. Ну, перед тем, как нырнуть туда, Бог знает, что-то будет. Господи. Господи. Помоги. Помоги. Все. Здравствуй, девушка. Здравствуй, дорогая. Как тебя тут много. Ну, мы-то знаем, что ты все так же. И желаешь в себя, но мы того же. Счастья. Не только себе, но всем и каждому. Особенно ему. Да? Пашке. А он не понимает. Что-то не склеивается. Поэтому давай разбираться, Люба. А? Давай поговорим. Ну, кивни, если согласна. Люба. Не, не надо говорить. Просто кивни. Достаточно. Спасибо, Люба. Спасибо. Без твоего согласия же никак никуда. Фу. Люба. Вот. Паша, он кто? Он же мужчина, правильно? Можно говорить нормально. Ну, Паша мужчина? Да. А мужчина, он человек? Да. Человек. Как мы понимаем, что мужчина человек? У него ноги есть? Есть. Руки есть? Есть. На руках пальцы. На пальцах ногти. Все тело покрыто кожей. Да? Есть глаза. Есть уши. Есть рот. Да? Из-за рта исходит звучание. Вот такое, например. Да. Или вот такое. Или вот. Пожалуйста. Или нормально. Есть хочу, да? Ничего. Все в порядке. В общем, похож на человека. Люба. Люба. Однозначно скажи. Люба. О, молодец. Люба. Молодец. Давай к тебе перейдем. Люба. Ты же не возражаешь? Давай я тебя посмотрю под микроскопом. Ты же женщина, правильно? Люба. А женщина, она кто? Она же человек? Как мы понимаем, что женщина — человек? Ноги есть? Ну-ка топни, Люба, чтобы я знал, что ноги есть. Да нормальный топ, как хозяйка. Вот. Ручки есть? Покажи. Да не надо вот так. Больше не на утреннике. Я хочу маникюр посмотреть. Маникюрчик. Ой, какие у тебя кожные пальчики. Ох. А причесочка. Какая у тебя чудесная прическа. Попушка, как сережки. О глазах. Ю. Какие у тебя выразительные глаза. Изо рта и своё приятное звучание. Ну вот, например. Ну да, ничего. Люба, вспомни вот это вот. Вспомни то состояние счастья, когда ты поняла, что Пашка — он один-единственный. И вот издай этот самый выдох. Да не. Тебе ещё рано, Люба, подожди. Сейчас услышишь другой выдох. Совсем. Мама рядом. Мама подскажет тебе, когда... Вспомни, Люба, когда ты поняла, что Пашка — он один-единственный. Вот. И выдохнула, расслабилась. Всё. Почувствовала эти крепкие стены. Берут. Ну. Ну, почему бы и нет. Да-да. Да. Весёлый у него Пашка, да? Обовался. В общем, похож на человека, правильно, Люба? Собрались. И ты полагаешь, что раз ты человек, да, и слышишь, видишь, чувствуешь, как человек, то другие человеки с вышеперечисленными свойствами должны видеть, слышать и чувствовать, так же, как и ты. Правильно? Да ладно. Мама скажет правильный ответ, да, да, Люба, должны чувствовать, особенно если это он, Пашка, правильно, муж твой, он-то просто обязан, правильно? Так же мысли это они, мужики. Если что-то понятно им, они считают, что это должно понятно всем и каждому. Это же слому понятно и езжу понятно. Кому там ещё? Люба, отец? Да, кому? Так и моду понятно, а чуть-чуть и непонятно так. Женщины, они полагают, ну, полагают, что мужчины специально, нарочно не видят то, что очевидно и ухослышно для них. Нарочно, назло. И переведите и тех, и других в обратно, ну, очень сложно, почти невозможно. А женщины вообще крайне категоричны в выражении своих чувств и употребляют такие слова, как всегда и никогда. А мужчина приходится, чтобы вынимать круговую оборону, потому что оправдания всё равно не помогут. Наряем в критическую ситуацию, в лабораторию. Через лабораторию, в лабораторию, в лабораторию. А вот так, кака... Ох! 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 Ой! Ох! Что ты завыкался опять, Люба? Что случилось? Ох! Ох! Люба! Ох! Люба! Ох! 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 Ты никогда не помогаешь мне, потому что никогда не влюбилась. Ты что завелась опять? Я всегда помогаю тебе, если ты меня об этом просишь. Ага. А почему тебе никогда не бывает дома, когда мне нужна твоя помощь, а? А когда ты дома, ты всегда делаешь вещи, что ты занятым, и никогда не хочешь мне помочь. Ладно, все, не занясь Что ты хочешь, чтобы я сделал? Ничего Ничего Я уже все сама сделала Можешь возвращаться К своим мотоциклам, футболу и телеку А давай беги Зачем все это, Люк? Да это мой крик о помощи Ну вот я здесь готов помочь Не готов Я не чувствую твоей готовности Ты не говоришь страстным желанием помощи мне Ты права, не говорю, но могу мне несложно Вот Если тебе желание, значит нет отношений Зачем только я тебе поверил Ты никогда не сменишься А зачем мне меняться? Что мне не так? Да все в тебе не так Ааа, ладно, все, все Слушай, от века подальше пойду в гараж Давай, беги Я все равно тебе уже совсем не нужна, да? Ааа, Люба Аа, я всегда все делаю сама Бесполезно тебе о чем-либо просить, а? Да ты просто подойди И попроси Давай Продолжай меня унижать Ааа, я тебя не жалко, Люба Просят только милостыню на паперти Ты же видишь, в чем я нужна, если все равно не хочешь мне помочь Да не вижу я, юба, не вижу Да мне что-то сгребли Отговорки не помогут Ой-ой-ой-ой Как студент, а? И кого, а? Вот так вот везде Вот так на всех языках На японском, на турецком, на английском, на французском, на русском, на азербайджанском, на любом, в любой стране. Что делать? Что делать? Нужно вызывать свою скорую божественную помощь. Хотите увидеть, как работает скорая божественная помощь, которой вы сегодня уже начали служить? Да, конечно. Ну тогда нам нужно узнать наличие семейных пар в зале. В зале свет, пустите, пожалуйста. И поднимите руки семейной паре, которые пришли в полном составе. Да, конечно. Вот так, вот смотрите, вот там, видите, вот пара. Вот пара. Вот, смотрите, вот семейная пара, вот пара семейная. Вот еще, в итоге, недалеко. Вот это. А, в целом, еще и вовсе, вот там, смотрите, вот семейная пара. Ну что, выбирайте. Большая, да. Большая, да. Вот, вот я, по-другому. Доварищ подъезжаю. Большая, спасибо. Голова семьи сюда. Садитесь. А вы на другую золотую лестницу, видавшую виды. Проверьте. Микрофон слышит вас? Слышите меня? А вас слышно? Всем привет. Прекрасно. Представьте вашу семью. Ну, мы имеем все времена. Сергей. Сергей и? Елена. Сергей и Елена. Кстати, пожалуйста, по Сергеям. Ну, так, рядочком. Елена, ну, вы слышали, да? Вы же слышали про класс… Это я. А, ладно. Классическое вот это развитие ситуации критической, правильно? А сейчас мы начнем с этого же, с критического развития. Ну, вы увидите, что случается, когда вдруг неожиданно скорая божественная помощь приходит на помощь. Вот. Ну что, готовы? Ну, давайте тогда музыку… Музыку… А нам такая музыка не подходит. Нам нужна вот та самая, мерзкая. Да. И сразу не уютно стало так. Ну, выдохните, как вы обычно выдыхаете, когда нужно сообщить мужу о том, что вам нужна его помощь. Тот самый характерный выдох. Не, вот в микрофончик. Это первый выдох, да? У вас а сколько бывает обычно? Я очень терпеливо. Терпеливо? То есть до двадцати можете дойти? Могу долго дышать. Могу долго дышать. Ну, давайте дойдем вот сразу пятый. Я знаю, что они по нарастающей, но давайте пятый сразу ваш выдох. Не, он пока где-то не это, они особо реагируют. Давайте двадцатый. Какой у вас там обычно вот ваш двадцатый выдох? Вот так прям? Да? Ну, я не знаю, как думать? Вы обычно реагируете на двадцатый и пропускаете немого шею? Хорошо, да, да. Ну, давайте задышите тогда уже часто, как это, знаете, когда у женщины уже выходит, все выходит уже. Она просто начинает часто дышать. Вот так вот. Ну, понимая, что в этом «что» содержится ясно, вы сразу этот роман весь прочитали и отвечаете ему на этот «что» Понятно. Понятно. Ты никогда не помогаешь мне, потому что, наверное, никогда меня и не любил. Ты никогда не помогаешь мне, потому что меня вообще не любишь. Вариант. Тебя никогда не бывает дома, когда мне нужна твоя помощь. А когда ты дома, ты всегда делаешь вид, что ты занят и не хочешь мне помочь. и лежишь на диване. Казалось бы, да, казалось бы, да, ситуация неизбежная и ведется к конфликту, но вдруг кто-то помолился, какой-то родственник или сосед, я не знаю, кто-нибудь, вдруг какой-нибудь помолился за вашу семью, и скорая божественная помощь прилетела к дивану, да-да-да, к этому и сделала, вот, да, прикосновения крыльями своими. И вдруг муж, прям с дивана неожиданно для вас, говорит «Прости меня, родная! Прости меня, родная! Прости меня за то, что не помогаю тебе, даже когда могу это сделать! Прости меня за то, что я не помогаю тебе, даже когда я могу это сделать! Я исправлюсь, любимая! Я исправлюсь, любимая! Пауза ошеломления есть на буре? Ну, это она? Это она? Вот такая, да, молчаливая, Без вздохов. Сколько она длится? Нормально. Я растерялась даже. Хорошо. Выходя из паузы, ослабление. Что с тобой? Что с тобой? Он. Я просто самовлюбленный эгоист. Я просто самовлюбленный эгоист. Но я очень хочу исправиться. Я очень хочу исправиться. Помоги мне, родная. Помоги мне, родная. Поверь в меня. Поверь в лучшее, что есть во мне. А это лучшее во мне есть. Поверь. Еще большее пауза, ослабление. Глубокое. Что вы глотаете слюд. У вас слюд на глотание идет, да, в это время? Поверь, какое глубокое ослабление. Испуганно. Ты ничего не употреблял? Ты ничего не употреблял? Он. Я напился. Есть чуть-чуть. Я напился своего тщеславия. Я напился своего тщеславия. И теперь у моей совести похмелье. И теперь у моей совести похмелье. Она еще более испуганна. Ты, может, случая в какой-нибудь тайной секте состоишь? Военка. Давайте, давайте, в этом ключе. Ты, может быть, в какой-то секте состоишь? Он состоял, родная. Состоял, родная. В тайной секте ленивых гордецов. В тайной секте ленивых гордецов. Я вышел из нее. Я вышел из нее. И иду к тебе, родная. Иду к тебе, родная. Вы расслаблены, счастливы. Делайте тот самый выдох, когда вы поняли, что вот он единственный. Вот тот самый выдох. Фух. Ну что, я это после того, как вы пилилили. Колечко вам подарил. Это было бы такое было. Фух. Дождалась. Аплодисмент. Будем за меня. Фух. Да. Развесит белье. Вы ему. После этого. Развесишь белье. Ну так вы говорите. Ему. Развесишь белье. Развесишь белье. Он. Конечно, роднулечка. Конечно, роднулечка. Немедленно. Немедленно. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Не через пять минут. Не через пять минут. Она. Еще более радостная. Я так устала. Я так устала. Это вот радостно. А вы скажите, я так устала. Ну, сами знаете. Ну, просто от радости. Я прям вот так вот штурму вообще. Я так устала. Я так устала. О. Он. Ложись спать, любимая. Ложись спать, любимая. А я помою посуду и уберусь на кухню. А я помою посуду и уберусь на кухню. Она. Ух. Ух. Нет, давайте свой сам. Тот ваш выдох. Родной ваш выдох. Ух. А. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Я так счастлива. Я так счастлива. И я родная. И я. И я родная. И я. И я. Вот что случается, когда скорая божественная помощь приходит в семью. А теперь вы знаете, что с этим нужно делать.